Ну что, друзья, всем привет, меня зовут Дэн, я являюсь основателем экстремального силового шоу на пределе. Что меня подкупило, это суицидальный атлетизм, так он его называет. Если вдруг ты падаешь, то типа там как-нибудь уйдешь. В жару в такую, это просто жесть. Держи, держи, до конца. Ну очень опасно, очень опасно. Ну надо маленько как раз идти на минутку с ума. Всем привет, друзья мои, и вы снова у меня на канале Денис Вовк. И мы находимся на Псковской земле, Мальская долина. Что я вам сегодня хочу поведать? Показать нового персонажа. Наверное, вы многие его видели, этот человек успел засветиться на многих каналах. А, наверное, какой у нас один из самых популярных, это у Юры Дудя. Встречаем, Дэнчик. Здорово. Почему он, почему Псковская земля? Потому что он уроженец. Ты правильно здесь родился? Ну да. Все верно, да. Настоящий скобарь, настоящий силач со Псковской земли. Кто видел, кто не видел, расскажу чуть-чуть. У него такой необычный вид тренинга, необычное шоу. Это, что меня подкупило, это суицидальный атлетизм, так он его называет. Короче, это, ну давай все по порядку. Рассказывай, что это такое, как ты к этому пришел и, конечно, показывай. Ну что, друзья, всем привет, меня зовут Дэн, я являюсь основателем экстремального силового шоу «На пределе». Кто меня знает, ну, приятно, кто не знает, я сегодня познакомился, как пришел к этому. То есть, ну, жизненный путь был достаточно длинный, разный. Короче, Дэн, давай вот без вот этого, без воды, как пришел, как не пришел. Это долго будет, да. Не, это мы будем все в процессе узнавать, ты будешь делать и мы будем общаться. А, давай, давай, давай. Сейчас это долгое вступление, погнали, давай работаем. Давай, давай, да. Дэн, ну вот смотри, как ты готовишься, вот, отжиматься на кольцах над бензопилой? Что ты делаешь, как к этому подходишь? Вначале просто от пола отжался буквально, почувствовал себя, свое тело, вот. Ну, а потом просто встал, попробовал свои движения и все, и это работает. Смотри, другая тема. Ты делаешь над бензопилой, ну, у тебя есть шанс, что ты упадешь и тебя разрубит всего. Да. Распилит просто. Да, абсолютно правильно. Но ты в какие-то моменты, ты продумываешь, что если вдруг ты падаешь, то типа там как-нибудь уйдешь, там, оп, сюда, там, как Джеки Чан, понял, да, блин, вот. Слушай. Ну и такая тема или нет? Или вот все падаешь и все, и падаешь. На самом деле ты, я тебе скажу проще, что не успеешь, к сожалению, ничего сделать. Ну, то есть, ну, нет, ну там хотя бы, знаешь, руку пильнул одну, там, ну, не так обидно, понял? Ха-ха-ха. Это как получится, слушай, а на самом деле, так как такового-то, ну, не получится тебе так уйти, это моментально, быстро. Ну, с колец как-нибудь падал, наверное, знаешь. Ну, да, да, да. Ты непредсказуем. А это еще жестче теперь, такие ключи-отвертки. Ну, давай, с Богом, Дэн, я, на самом деле, мы с Кирюхой, это человек, который снимает меня постоянно. Я говорю, Кирюх, если что, ты виноват. Главное, что без этих. Кирюх, если что, ты виноват. Вот, все, видео подтверждение. Все, Дэнчик, давай, с Богом, погнали, показывай, что умеешь. Погнали. Часто на тренировках делаешь именно вот эту, над бензопилой там отжимаешься, или ты вот только на шоу это делаешь? Это практически только на шоу, то есть, включая пилу на полном ходу, грубо говоря, да. Ну, сколько раз в месяц ты делаешь вот это вот? Зависит от представлений, если уступаешь регулярно, то, в принципе, вообще это не нужно делать на тренировках. На тренировках я работаю без пилы, могу и не включать просто углы проще в скитного момента. Но если что-то новое придумал для себя, то я уже, конечно, вырабатываюсь новый навык. А так, а это все на шоу. Сейчас обмотаем вот этот стержень. Это разминочный пруточек у нас будет, десятка, на 27, что-то такое. Хочу заметить, обычно по нему делают шоу, когда там люди берут там двухметровый. А тут на него смотреть, сколько это сантиметров? Да не знаю, это разминочный 27, как бы это, кто в теме, ребята, кто в теме, кто знает, о чем речь, ну, все понимают, это в основном больше ли краш развивает, даже им ногами и так далее. Но мы его сломаем, это не для серьезного развития, чтобы как раз прогреть вот на легких стержнях, прогреть вставы, свхожилия и дать перейти вот к этому серьезному, мощному паршивцу. Вот это уже достаточно серьезная история. Это прут 18 миллиметров на 58. Вот. Я к людям. Пускай люди тоже попробуют. Да, конечно. Обязательно вообще. Нет, это что, я привычно не слышал, где люди. Нашелся крепкий парень, который попробует тоже согнуть пруток. Да, да, в ведрохах давится сильно, а вот, да. Надо немножко поддержки дать просто, мне кажется, без поддержки не идет. Давайте, ребята, не очень-то легко. Давай, давай, давай. Что, пошел? Не, не. Ну, ниже чаще ты, ниже чаще. Слушай, мне наоборот сейчас хорошо удобно. Вот, я думаю, твой угол какой-то удобный. Давай, давай. Ну, давай, Крэйзи Вокер, показывай. Показывай, давай. Делай. Пошла, пошла, смотри. И вот называется, вот это называется лекраш, ножной дожим. То есть это разминочная история. Теперь мы должны это сломать. Вот это будет такое, потная история, так сказать, такую жару. Что, начинаем? Маленький. Маленький. Давай. Подоги, смотри. Все, пошла, да? Всё, пошла, да? Давай, давай, давай. Хороший. Это пруд. Это, по сути дела, средние такие длинные. Длинные, длинные, средние длинные. Это пруд диаметрю 18 мм, длина 58 мм. Это считается топ, да? Это считается топ, да, это очень круто считается уже. Теперь для меня будет работа, как для того большого парня, где он ушел, наверное. Отлично, на ноги подлично дал. Ну все, дальше другая история. Видите, вот так идет надгипер начальный, дальше идет другая техника. Все, и теперь время ножного дожима. Давай, давай, давай! Дожмел, нажмел. В жару в такую, это просто жесть. Готов. Ребятушки, и мне пришла такая, не побоюсь сказать, гениальная идея в голову. Новую рубрику на канале сделать, где я пробую разные, самые сложные профессии в мире. Это мясник в шахте, цеху с железом и так далее. Все в таком ключе. Как думаете, идея топ или нет? И предлагаю свои варианты, с чего начинаем, с какой профессии. 24 часа я проведу за этой профессией. И посмотрим, что со мной получится. Ну и есть идейка, помимо этого, как-то разнообразить контент и сделать в моем ключе. Будем там, допустим, с мясником в конце зарубаться. Кто больше разрубит там в цеху, где куют железо, с железом что-нибудь. Ну и вот все, вот в таком формате будем делать. Давайте, пишите, с чего начинаем. А я погнал рубить мясо. А классические у тебя тренировки присутствуют в твоем процессе? Там тяги, сжимы, приседы. Безусловно, конечно же. Подготовка очень обширная. Использую даже упражнения с легкой атлетикой. Я бегаю, я люблю прыгать. Растягиваюсь, приседания отпустил. Сейчас делаю, заместо приседания, выпады. С гирями работы андеграунд, это какие-то камни, это мишки нет границ. Ты можешь находиться в поле, в лесу, в большом городе, не имея зала. И это только оправдание, что тебе нечем заниматься. Это оправдание маменьких, сынков. Люди оправдывают себя какие-то и подчеркиваются и слабости. Смотри, я сделал свою площадочку, пока делаю. Да, да, да. И мы с тобой проверим тебя сегодня, такой, знаешь, легкий силовой экстрим. Такое, что, как ты из себя представляешь. То есть, насколько твоя вот эта система адаптирована там к силачам, скажем так, новой школы, наверное. Раз вы называете себя старой. Я не называю себя, собственно, акцентуров, там есть и пока. Мне просто нравится концепция тренинга атлетов старой школы. Ребята были именно с яйцами, то есть, ребята тренировались, как правило, в андеграунд, азалов вообще не было. Погнали, первое, что мы с тобой начнем делать. У меня два камешка вот эти по 105 килограмм. Мы возьмем с тобой и прогулочку сделаем 20 метров. Бревно здесь берешь, его перекинуть. 220 килограмм. Это мы вторым поделаем с тобой. Третьим движением мы поприседаем с тобой с машиной. Попробуем, никогда не пробовал, попробуем. Много чего нового для меня, оно интересно, почему бы нет. Вообще я не убираю какую-то пазию, что какой-то там супермастер, что-то. Я вечный ученик, я всю жизнь буду учиться и учусь. Ну, для разминки пойдет. Держи, 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 держи до конца. Держи, вот, да, давай вот сюда еще чуть-чуть. Хорошо, молодец, все-все-все. Их нести вообще несложно. Их, что не засыпается, разбалтывают, блядь. Давай, кто следующий будет? Непестон, ты где? Расгоняй, разгоняй, разгоняй чуть-чуть. Давай, давай, еще. Ой, еще, еще. Давай, давай, давай. Изи катка. Хорош. Хорош. Хорош, дайди, давай, дайди. Давай, потерпи, дайди. Молодец, потерпи еще. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Пороц. Пороц. Вот, снова, шой, дай. Пороц. Молодец. Вот, поборолся. Следующее движение. На бревно уходим. Называется он в силовом экстриме упражнение палец. Погнали. Это второе по сложности. Тут уже придется чуть-чуть усилий приложить. Весь десятки. Сломалась игрушка. Я старался. Пойдем дальше приседать с машиной. Давайте за минуту на разы. Три, два, один. Двадцать, красивая цифра. Семнадцать. Семнадцать? Нет, двадцать. Двадцать? Два, три. Один. Два. Семнадцать. Три. Восемь. Девять. Десять. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Сорок. Двадцать один. Ха-ха-ха. Никогда нельзя быть первым просто. Да, нормально, да, двадцатушка дает ноги? После пятнадцати. Так. Да, пробило нормально. Ребят, тренировки тренировками, но надо подкрепиться. Как вы знаете, подкрепляться надо правильно и полезно. Сейчас вам расскажу одну хорошую вещь и один рецепт. У нас курочка, бедро курицы. Прикол в том, что мы готовим абсолютно без масла. А почему? Потому что у меня с недавних пор обзавелся я вот такую вот вещь аэрофритюрницей Рауб Мид компании. В чем плюс ее? Вы можете готовить такую еду, как картофель фри, шашлык и так далее. То, что вроде на первый взгляд не полезно, эта фритюрница делает полезным. Потому что готовит абсолютно без масла и поэтому получается хорошее качество как продукта, так и вашего тела. Тридцать минут и вкусная, полезная еда готова. По сравнению с обычным фритюром, аэрофритюрница не допускает контакта продуктов с горячим маслом. А термическая обработка происходит за счет нагретого воздуха. Это защищает блюда от образования множества канцерогенов и делает их не только вкуснее, но и полезнее. Получается вкусно и полезно, с хрустящей корочкой, что я больше всего люблю. Всем приятного аппетита! Пришло время того, для чего мы все тут собрались. Прутье, не прутье, вот это вот нормальная тема. Но очень опасная, очень опасная. Что у тебя в голове перед этим трюком? О чем думаешь? Какие мысли? В голове перед этим трюком, ну, ты на тысячу процентов знаешь, что это сделаешь. Может, это и не так. Но ты знаешь об этом, что ты точно сделаешь. Я, в принципе, в любых упражнениях по жизни, я не такой, ай, ой, у меня не получится. Да у меня вообще все получится, вот так я в жизни говорю себе. Даже когда не получается, да у меня вообще все получится. Иначе, потому что ничего не будет. Это раз, два, ну, надо маленько, как говорю, сойти на минутку с ума сделать это. Просто сойти с ума, взвинтить психику. Это тоже, кстати, многое дает. Настрой психики и тренировка психологического настроя, это очень важно. Это сто процентов, сто процентов это дает. И вот есть такие у меня мысли. Иногда мы, живя свою жизнь, проживая ее, не ценим очень многие моменты в ней. Очень простые. И тем не менее, это наша жизнь. Она бывает разной. Она бывает яркой, как краска акварель, да? Бывает черно-белой, серый, нылый. Но это же все наша жизнь. И вот бензопила – это очень жесткий инструмент, очень опасный в моем шоу. Можно сравнить с книгой. Наша жизнь как книга. И бензопила – это читатель с ловкими руками. И самое страшное, что может произойти читатель, может перевернуть всю книгу одним движением на последнюю страницу. Я надеюсь, что сегодня не произойдет этого. Моя страница жизни не перевернется с этой пилой. Суицидальная атлетика. Помнишь ты смерти? Моя страница жизни не перевернется с этой пилой. – А что, Денис Юрьевич, какие впечатления от увиденного? Ну так, довольно опасно. Даже сейчас черкануло, могло палец, грубо говоря, оставить там. Ну что, живет человек этим? Тут ничего не поделаешь, знаешь, как скажу, может быть оно не стоит того. С другой стороны, я понимаю его как атлета, ну это его жизнь, он кайфует. Я смотрю на него, у него глаза горят, он то, что царапнулся, он не придает этому значению. Это как должное для него. То есть тут, ну это его выбор, вопросов нет. Пацан молодец, идет своей дорогой, своей целью, вот даже несмотря на вот такие вот вещи. Хотелось бы, да, чтобы вот это все окупалось более, более как-то сильнее. Потому что, ну то, что вот сейчас он делает, ну реально опасные вещи. И по-хорошему, дай бог ему в какой-нибудь попасть цирк Десалей там, куда-нибудь туда. Да, и показывать эти вещи на мировой арене. Да, это было бы круто, я бы был рад за него. Дай бог, чтобы у него получилось вот это вот все, то, что он задумал, и это все окупилось. Ну, как правило, как я всегда говорю, то, что любая работа окупается. Надеюсь, то, что все получится. Все, ребятушки, на этом заканчиваем. 33 градуса жары, повеселились сегодня. Познакомил, кто не знает, вас с Дэном. Дэнчик красава, вообще от души. Что могу сказать, я говорил в видео, ты красавец. Я хоть сам, да, ну, скажем так, не разделяю такую опасность, но я понимаю твое стремление. Позицию. Что ты выбрал, чем ты двигаешься. И дай бог, чтобы твои старания тебя привели, как минимум, там, цирка Десалей. И чтобы видела мировая арена эта. Конечно. Поэтому двигайся своей дорогой, ты красавец. Да, аккуратненько. Давай. Да, и еще хотел добавить, что я сегодня как раз научился жизни, то есть опять опыт. И я сегодня понял, что все-таки эксперимент был без подкладки под пилу, чтобы она была статичней. Она ездила, то есть это практически нереально выполняет, потому что арсенал элементов еще шире, чем я сегодня делал. И хотелось бы во всей красе показать. Но в данных условиях это сделать невозможно. То есть вот здесь такие моменты, и я делался легким испугом. Это был очень большой урок в моей жизни. Я сегодня опять приобрел опыт, и я научился новому. Ну, а по упражнениям попробовали, подвигались. Что-то настрою маленько подзбился после этого, пока тут бегал туда-сюда. Камни прикольно, надо к ним привыкать. Их не тяжело подымать. У меня дома намного больше тяжести есть, занимаюсь. Но тут специфика. Тут надо их держать баланс, чтобы не сбиться, не упасть с ними. Вот, а так очень клево, классно, мне понравилось. Денчик красавчик. Еще разок, от души, приятно. И умыться, Ден, и умыться! Давай! Умыться! У-у-у!